В начале сезона эту команду определенно лихорадило. Возглавлял, во-первых, тренерский штаб команды болгарский специалист Николай Желязков. По ходу сезона его сменил Сергей Анатольевич Цветнов, известный, я думаю, в Российской Суперлиге по довольно продуктивной и интересной работе в составе Одинцовской Искры. Также, помимо этого, хотелось бы отметить, что именно Сергей Анатольевич вернул на позицию диагонального Семена Полтавского, который большую часть сезона провел в доигровке. Конечно, Полтавский начинал именно как доигровщик, но вот свою максимальную известность, я думаю, он все же заработал именно как диагональный нападающий. И возвращение на эту позицию существенно помогло Семену уже показать тот волейбол, который от него ожидают. Ну и кроме того, вот видим, что продолжает изменяться немного состав Ярославской команды, но об этом уже, наверное, в следующей паузе. У нас тем временем подачей на вылет отличился Сергей Макаров, заставил он ошибиться Суворову в приеме. И в первые матчи плюс два становится у одной из команд, разница в счете, да, но это уже ошибка принимающего, безусловно. Хороший план у Макарова, не справился с ним Суворов, но вот сейчас доводка идеальная, первый темп Галатов на месте. Макаров, хороший. Нильсон. А вот Нильсон все-таки понадеялся пробить, не получается. В 8-9 будет подавать сейчас Ярославич. Тут с места бил Нильсон и прекрасно блок видел, что и как, и куда пойдет удар. Труданец оставил закрыть нашего диагонального. Алексей Плужников вводит мяч в игру, а Макарик тоже очень хорошей силовой подачи, что он нам и продемонстрировал на месте. Бьерн, который сразу... Не смотря реабилитет... А, Андрея, Андрея. Хорошая атака выбрал, линейный в этот раз направление. Или между рук попал Бьерн? Да, между рук попал все-таки Владимир Иванова. Но вновь отмечаем, как хорошо действует в атаке из второй зоны немецкий доигрыш и кемеровский вкус баса. Прекрасного, короче, Маймава соперника. Прекрасно увидел площадку именно вот. Вот мы сейчас видим. Образовалась пустая зона и в нее... И не готовы были к такому игроки Ярославича. Фирменные командные носочки нам сейчас продемонстрировал наш режиссер Тантьяна Андреянова. Ну, Владимир Иванов снимается на одном блоке четвертой зоны по ходу без каких-либо видимых затруднений. Хорошую комфортную передачу. Конфетку выложил ему в руку Сергей Шульга. И вот теперь Полтавский. Покажет ли он свою знаменитую убойную подачу. Давненько ему, конечно, не удавалось сериями выстреливать. Но, тем не менее, на сегодняшний день именно он является лучшим подающим своей командой. Справляет Бурцев. Работает блок. И еще будет пытаться Тернильцин. И дважды сработал Ярославский блок. Это Инал Тавасиев здорово. Замечательно сейчас. Закрыл стык. Семен Полтавский будет продолжать подавать. Стабильности, да, ему сейчас не хватает. Ну, что касается стабильности, наверное, сейчас тренеру Цветнову, если говорить о Ярославиче, наверное, сейчас, я думаю, в первую очередь, мысли о том, как подойти в оптимальной форме к играм в плей-аут и оставить команду в Суперлиге. Ну, это проблема Ярославля. Мы же между тем видим, что Кузбасс не дает сопернику сравнять счет. Ну, а я вам могу так вкратце сказать, как раз вот подоспел тренерский перерыв Сергея Цветнова, что плей-аута в том привычном формате, да, в котором болельщики его видели за последний сезон, его не будет. В этом сезоне команда, занимающая последнее место по итогам регулярного сезона, покидает напрямую Суперлигу без возможности реабилитироваться в таком турнире, как плей-аут. То, что было, да, в предыдущих сезонах. Вот. В этом сезоне такой возможности 16-я команда по итогам регулярки не имеет. Поэтому, конечно, им нужно выходить с этой позиции, если они хотят оставаться в Суперлиге. Начинать прямо сейчас. Но и для других команд этого плей-аута также не будет. Скажу вам только, что 12-я и 13-я команды без учета наших иностранных приглашенных команд, то есть Харьковского локомотива и Солигорского шахтера. То есть, ну, соответственно, в таблице, допустим, да, они могут занимать там 14-е и 15-е места в зависимости от того, кто где. Но, в общем, две худшие российские команды, кроме той, что еще займет 16-е место, будут играть небольшой переходный турнир со второй и третьей командой высшей лиги А чемпионата России за право принять участие в следующем сезоне Суперлиги. Вот как-то так. Ну, честно говоря, лично мне не очень понятно, почему Федерацию не устраивала предыдущая формула. Но, опять же, функционерам виднее. Вот мы видим сейчас, что не справляются с подачей игроки Кузбасса. На самом деле, отказ вот такого формата, да, как плей-аут, это идет на пользу игрокам, потому что очень большая физическая нагрузка в этих играх. А учитывая то, что это конец сезона, то вполне можно понять, что... Маленько разгрузить календарь и дать возможность волейболистам чуть более свежими подходить к таким играм, где они себя могут привидеть, но в борьбе за выживание. Вот сейчас с приемом справляемся и пайп. Хорошо, Андрей атакует задние линии. Быстро включился вот этот эпизод. Получил комфортную передачу на удобной высоте. Видел блок. Спокойно отправил мяч встык. Да, даже не встык, а просто в центр шестой зоны. Ну да. То, что он коснулся игрока Ярославича, это не вина игрока Ярославича. Не видел момента удара, по-моему, совершенно. И еще раз работает блок на этот раз. Победа сжимает кулак Константин Порошин. Похоже, это именно он сейчас закрыл. Да, так и есть. Хорошо перенес руки на сторону соперника Порошин. Успел дойти до Сергея Макарова в краю сетки. Не позволил Вячеславу Суворову в этой ситуации никак отличиться. Ну и вот замена. Замена состава Ярославича под девятнадцатым номером. На площадке появился Егор Лагунов. Тоже молодой игрок. Фокус-баса сформировалась. Пусть небольшой, но преимущество. И тренер реагирует. Ярославича и сейчас блок-аут. Тринадцать-пятнадцать. Семен Полтавский от рук Сергея Бурцева отыгрался. Но я похвалил бы нашего доигровщика девятнадцатого номера. Потому что он даже в этой ситуации не дал Полтавскому пройти комфортно до пола. До пола. А заставил маленько потрудиться. Хорошая подача у Тавасиева летела. Совсем небольшой аут. И отправляются команды на второй технический перерыв. Трехочковое преимущество кемеровчан. Комфортные условия. И ничего такого не вижу, что помешало бы нашей команде продолжить играть в том же ключе. Прием мы пока держим. Хотя, конечно, были уже досадные ошибки. Но в целом все равно справляемся. Работает блок, работает защита. Разве что может быть парочку таких ярких атак, как пайпы от наших доигровщиков от Андрая Бурцева. Хотелось бы еще увидеть. Потому что болельщикам тоже надо маленько подзавестись. Тем более, что мы видим, что людей пришло немало. Но и не сказать, что много. Ну, не будем забывать, что в этом году волейбольная суперлига пересеклась с главным спортивным форумом четырехлетия. Который, к тому же, проходит в России. Естественно, повышенное внимание туда. Поэтому особое мое уважение тем людям, кто понимает, что спорт нужно смотреть вживую. И тем, кто решил в субботу несколько часов потратить на то, чтобы съездить и посмотреть настоящий волейбол. Поболеть за свою местную команду. Бурцев на подаче и аут. Как будто заглазили бы сейчас, когда говорили о том, что немного у нас досадных ошибок на подаче. 16-14. И вводит Ярославичи мяч в игру. Сбил Шульга Бьерна Андрая с приема. Но с атаки это никакого. Сбить не смогло. Хорошая атака по ходу. Не справляется Соколов в защите. Мимо двойного блока. Очень уверенно атакует Бьерн. Хорошая у него, конечно, кисть в этом плане. Очень вариативная и рабочая. Здесь тяжело, чтобы Бьерн позицию-то угадал, но при этом не сумел все-таки мяч спасти. И вновь сбитый прием Ярославича. На высоком мяче Семен Полтавский разбирается уверенно. Хорошо смахнул этот мяч. Мимо Сергея Макарова. Да. Такое не самое-то большое пространство было для того, чтобы мяч прошел между руками Макарова и Антенны. Но вот умудрился Полтавский на своем громадном опыте это сделать. Продолжает бороться в этой партии Ярославич. И уступает. Ну, вот сейчас Маркус Никсон. До 18 очков. И плюс 3 снова в пользу Кузбасса. Интересная такая сегодня тенденция. Несколько быстрее Сергей Макаров. Играет с Маркусом Нильсоном. Обычно шведский диагональный подпочитает такую взвешенную высокую передачу. Но вот сегодня, смотрю, Сергей. Вынуждает его атаковать на более быстрых мячах. Возможно, это тренерская установка, ноу-хау от Дениса Матусевича. Потому что именно вот с этим составом Кузбасса Денис Аркадьевич в качестве тренера еще не работал. Может быть, у него свое видение, как можно использовать таких игроков, как Нильсон или Макаров, эту связку. В ближайшие туры, я думаю, все это мы с вами прекрасно увидим. 19-16. Многовато ошибок на подаче в этой партии в составе обеих команд. Конечно, все это несколько убивает зрелищность самой игры. Но я думаю, что это вот такая стартовая партия. Потом тренерские штабы проведут корректировки. И такого количества брака при вводе мяча в игру мы уже не увидим. Очень бы хотелось в это верить. Так же, как лично мне бы очень бы хотелось, чтобы дальше трех партий этот мяч не затянулся. В случае, естественно, этот матч не затянулся. В случае победы Кузбасса, естественно, очень хочется мне увидеть Сухарь в исполнении темерской команды. А вот так не получается сейчас подача у Семена Полтавского. Какой досадный же эпизод. Решил. Сначала неудачно подбросил, потом решил укороченно сделать Семен Полтавский. В итоге не получилось вообще ничего. Ну, конечно, горько мне видеть одного из таких самых ярких, интересных игроков начала 2000-х годов в волейболе в таком состоянии. Но будем надеяться, что это всего лишь... С другой стороны, немолодой ведь игрок. Уже достаточно немолодой Полтавский. Немолодой, согласен. Но еще и категории шибко-то возрастных тоже не отнесешь. Все-таки Семену 33 года исполнится только в этом сезоне. Поэтому еще несколько лет нужно играть. Я всегда смотрю на подобных игроков с той точки зрения, что людей, которых вроде как сама судьба вынуждает оставить занятие любимое, ну, в данном случае волейбол, они, тем не менее, стоят на своем и держатся, невзирая на все травмы. Затем временем у нас просто какой-то парад ошибок на подачу. Пятая подряд уже в исполнении обеих команд. И это, конечно... Таким образом можно и... Мы знаем, как вас, Аркадий, меня это расстраивает на самом деле. Хочется волейбол смотреть. Волейбол, да волейбол. На подачах. Вот Маркус, между прочим, после этого тура лучший подающий в Суперлиге был. Перелетает мяч. На нашу сторону. Не забивает Сергей Бурцев. Вот сейчас... Обозначилась борьба и... Атака в аут. В аут. 19-21. Слишком высоко послал мяч Бьерн Андре. Я думаю, не попал просто по мячу, как следует Бьерн. А тем временем я обратил внимание, что на площадке у Ярославича происходит усиленно замены. Андрей Колесник, молодой, диагональ, 91-го года рождения, появился вместо Семена Полтавского на этой позиции. Совсем молодой, судя по внешности. Возможно, он и старше, чем выглядит. Такое ощущение, что это игрок из дубля, из дешор. Маркус Нильсон. Хорошо выбирает позицию. Но не будет атаки, и сейчас, конечно, нужно за это наказывать. Первым темпом не попадает в площадку Порошина. Но это редкость для Порошина. Очень хорошо провел Константин предыдущую встречу. Действительно, наколотил кучу мячей в центре сетки. Еще и блоков поставил. А был одним из самых таких заметных лиц. А я еще об одной замене скажу. Игорь Тисевич, связующий, появился на площадке вместо Сергея Шульги. Вот так вот просто целый парад замен. И Александр Иванов таки появился на площадке, я так понимаю, вместо Алексея Плужникова. Ну, в общем, Сергей Цветнов состав свой чуть ли не полностью обновил. И, как видим, это принесло определенный результат. Да, они заставили. Нельзя сказать, что они прям уж заставили. Скорее всего, проблема больше Кузбасса в том, что Андра и Порошин дважды к ряду пробили ваут. Но все-таки пока видим, что тренерские замены, пусть косвенно, но на игру влияют.